В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Работа на благо города. 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Светлое Христово Воскресенье. Православные верующие готовятся отмечать Пасху. В золотые руки в медицинском колледже прошел конкурс профмастерства. Далее расскажем обо всем подробно. Регион направит миллиард на поддержку бизнеса. Губернатор Глеб Никитин вынес в законодательное собрание проект дополнительных поправок в бюджет на этот год. Средства выделяются на компенсацию части процентной ставки в размере 5% по кредитам коммерческих банков, полученных малым и средним бизнесом. 45 миллионов предусмотрено на стимулирование импортных и экспортных операций. Все это будет способствовать сохранению деловой активности в регионе и стабильности на рынке труда, сказал Глеб Никитин. Губернатор Нижегородской области также подчеркнул, что более 80 миллионов рублей дополнительно планируется направить на стимулирование изготовления из быта продукции предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, 19 миллионов рублей будет направлено на стимулирование выплаты молодым специалистам, а также на возмещение затрат по оплате труда наставников на предприятиях народного художественного промысла. Также в бюджете Нижегородской области около 870 миллионов рублей закладывается на софинансирование расходов по новым ежемесячным денежным выплатам на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 21 апреля в нашей стране отмечают День местного самоуправления. Его учредили указом президента в июне 2012 года. Новая дата введена в календарь в целях повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Труд на благо родного города. 21 апреля в нашей стране отмечают День работников местного самоуправления. Это молодой праздник, ему всего 10 лет. В этот день в администрации Сарова поздравили сотрудников, которые много лет отдали служению людям. Конечно, мы понимаем, что это очень огромный, большой объем работы и работа очень часто может быть неблагодарная, потому что что-то идет в корзину, что-то не удается сделать, что-то не удается решить. И мы всегда на острие, всегда с одной стороны у нас суровый закон, надзорные органы, с другой стороны наше население. На муниципалитеты государство возложило ответственные задачи. От эффективности деятельности администрации во многом зависит состояние социальной инфраструктуры, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве территорий и качество жизни граждан. Честно, поработав бок о бок, рядом с вами, плечом к плечу, я понимаю, что более интересной, более насыщенной, более важной, разнообразной работы просто не существует. Потому что это жизни наших горожан, наших соседей. Вы, превозмогая, может быть, свои личные сложности, свои производственные перегрузки, полностью отдаетесь приходящему и пытаетесь помочь ему. Это бесценно. Глава города вручил награды и благодарности сотрудникам управления и департаментов, которые трудятся в администрации уже много лет. Анна Кожевникова работает в муниципалитете 22 года. Пришла на должность кассира, затем стала бухгалтером, сейчас консультант управления бухгалтерского учета. Работа наша связана со многим, с бухгалтерским учетом, с отчетностью, освоением бюджетных денег. Работаем со всякими разными министерствами финансов, министерством соцполитики и многими другими государственными учреждениями. Работа, безусловно, требует большого профессионализма, изучения многих нормативно-правовых актов. Кроме того, работа Анны и ее коллег связана с 44-м федеральным законом и государственными закупками для муниципальных нужд. Все время требуется оставаться в теме, быть в курсе новшеств в законодательных актах. Коллектив очень хороший, очень большой. Я очень хочу сказать спасибо всем своим коллегам, которые всегда находятся рядом, каждый час с нами в любые сложные моменты наших рабочих процессов. У нас очень дружная большая команда профессионалов, которые с полной отдачей работают, вносят вклад в развитие нашего города. Наша редакция поздравляет сотрудников администрации с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, терпения, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого города. Библиотека имени Маяковского проводит акцию вахта памяти о героях былых времен. Великая Отечественная война в моей семье. Сотрудники библиотеки предлагают горожанам найти фотографии членов семьи, воевавших на фронтах, работавших в тылу или госпиталях. Создайте о герое ролик и пришлите его до 6 мая на электронную почту pr.lib.sarsobaka.gmail.com Другая важная информация в подборке коротких новостей. К строительству приютов для животных привлекут частных инвесторов. Это будет еще один шаг по решению проблемы бездомных собак и кошек. Государственная Дума рассматривает соответствующие законопроекты. Инициатива поможет привлечь частные инвестиции и открыть больше приютов. Сейчас во многих регионах их недостаточно, что противоречит идее гуманного обращения с бездомными животными и действующему законодательству. Регион обеспечен такими приютами не более чем на 25%. Взаимодействие государства и бизнеса поможет решить эту проблему. Например, сейчас частный бизнес готов построить приюты, но хочет, чтобы муниципалитеты помогли с коммуникациями и выделением земли. В случае принятия законопроекта такая возможность будет. В 13 населенных пунктах Нижегородской области ввезен карантин по бешенству. Среди них – Городецкий, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Выксунский и другие районы. В Нижегородской области обнаружили 5 бешеных собак, 10 больных лис и одну зараженную рысь. Бешенство – это крайне опасное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением головного и спинного мозга. Оно часто заканчивается летальным исходом. Единственный способ обезопасить своего питомца – сделать ему прививку. 22 апреля в Сарове стартует молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она проходит в два этапа. Вначале активисты движения «Волонтеры Победы» проведут обучающие мастер-классы для добровольцев, которые примут участие в акции. Затем заработают две стационарные точки, где будут раздавать ленточки горожанам. Графиках работы опубликуют в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Первый раз ленточки будут раздавать в пятницу возле ОБЦ на Силкино, 10 дробь 1. Светлое Христово Воскресенье – самый большой и светлый христианский праздник. Его еще называют Пасхой Христовой, то есть днем, в который совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. Куличи, разукрашенные яйца, декорированные предметы для украшения дома. Так для многих людей выглядит праздник Пасхи или светлого Христового Воскресения. А между тем, это самый главный и значимый день для православного мира. Верующие празднуют воскресение Иисуса Христа из мертвых, победу жизни над смертью. Наша вера базируется, наша вера складывается на фундаменте воскресения Христова. То есть на воскресение человеческой природы во Христе и на основе вот этой преображенной природы, которую Господь нам преподает, которую Господь в благодати своей дарит нам, делится с нами. Как раз вся наша надежда, вся наша надежда на наше воскресение. Пасха всегда проникнута радостными, ликующими настроениями. На протяжении 40 дней, в течение которых Церковь отмечает праздник, верующие встречают друг друга словами – Христос воскресе. Пасха красная, то есть красивая. Поэтому к этому дню христиане убирают свои дома, украшают стол. Главный символ праздника – яйцо. Пасхальное яйцо, находящееся, так скажем, в видимой неподвижности, является, тем не менее, образом воскресения, является образом жизни, так как из яйца вылупляется жизнь. У некоторых есть такая своеобразная пасхальная традиция, как ходить на праздник на кладбище. Старший священник храма святых царственных страстотерпцев, протеерей Сергий Скузаваткин, рассказал, что этой традиции не так много лет, и появилась она в советское время. Тогда единственным местом, где был установлен священный для верующих символ креста, было кладбище. Когда храмов практически не было, люди ходили именно туда. Но сегодня такую практику Церковь не поддерживает. В эти дни не принято, наоборот, в церковном календаре приходить на кладбище, потому что этот день должен быть абсолютно отстранен от всякой скорби, от всякой тени и темы мертвости. На Пасху стоит быть умеренным за праздничным столом, чтобы тяжелая и обильная пища не принесла вред здоровью. И тем более, если до этого вы соблюдали Великий пост. В этом году Светлое Христово Воскресенье верующие встретят 24 апреля. Шествие «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в этом году вновь состоится в День Победы 9 мая в традиционном формате. Колонны с портретами героев Великой Отечественной войны пройдут также во всех городах Нижегородской области. Организатором мероприятия выступает штаб регионального отделения «Бессмертный полк России» в Нижегородской области. Для участия в шествии нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением семейного героя. Министерство социальной политики Нижегородской области готово помочь тем, у кого нет материальной возможности распечатать фотографию. Нижегородцы могут обратиться в Управление социальной защиты населения района по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографию своего героя – участника Великой Отечественной войны. Всем будет оказано содействие в изготовлении печатек, серокопировании фотографий в формате А4 на бесплатной основе. На данный момент за помощью в распечатке фотографий обратилось более 500 человек. В Саровском медицинском колледже прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства. Свои знания и навыки членам жюри демонстрировали студенты 4-го выпускного курса. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Конкурс профессионального мастерства своей профессии «Горжусь» – традиционное старейшее мероприятие Саровского медицинского колледжа. Из-за пандемии он не проводился два года, и вот, наконец, эпидемиологическая обстановка позволила собрать в актовом зале преподавателей и студентов учебного заведения. В этом году конкурс посвятили 60-летнему юбилею колледжа. Традиционно в конкурсе принимают участие лучшие наши выпускники, лучшие наши студенты. Конкурс в этом году состоит из четырех этапов. Первый этап называется «Соискатели вакансии». Ребята предварительно подготовили резюме, и вторая составляющая данного этапа – это прохождение видеособеседования с потенциальным работодателем. Второй этап назывался «Теоретики». Участникам предстояло ответить на каверзные вопросы ведущих и продемонстрировать знания по теории медицины, полученные за годы учебы. Третье испытание – «Золотые руки». Участники конкурса должны будут продемонстрировать и демонстрировать свои профессиональные компетенции. В этом учебном году мы решили дать на конкурс такую сложную манипуляцию, как технология заполнения системы для капельного внутривенного вливания с усложняющим элементом. Последний этап конкурса – самый значимый, не отложка. Участникам необходимо было оказать первую медицинскую помощь и определить, что случилось с пациентом. Нужно было показать умение работать в команде, грамотно задать вопросы, уметь взять себя в руки в критической ситуации. Буду срочно вызвать врача. Нужно будет наложить ЭКГ, потому что подозрение на острый инфаркт миокарда. Николай Зайцев долго готовился к конкурсу, читал учебники и повторял продины за годы учебы. Как рассказал юноша, все медицинские манипуляции они проходили на втором курсе и во время практики, так что практической части он не боялся. Вопросы теоретической части, на его взгляд, были довольно легкими, но требовали времени на размышления. Наверное, каждый конкурсант поблагодарен, что ему подарили такую возможность, чтобы показать себя, нашим преподавателям, директору, заучим, что все труды, которые они в нас вкладывали, это было не зря. Оценивали конкурсантов, в том числе представители потенциального работодателя клинической больницы номер 50. Когда-то они сами, будучи студентками медколледжа, принимали участие в этом конкурсе. Мы очень рады, что нас пригласили в состав жюри. Мы также переживаем за участников, так же, как и они. Уровень подготовки очень хороший. Ребята все стараются, молодцы, конечно. В дальнейшем хотелось бы их увидеть в наших рядах уже в клинической больнице в качестве сотрудников, медсестер, медбратьев, фельдшеров. В результате победу в конкурсе одержала Екатерина Мигунова. Второй стал Анастасия Сазанова. Николай Зайцев занял третье место. Штурмовская доска, погоны, медаль пятилетия экипажа, модели кораблей. Экспозиция музея военно-морской славы пополнилась. Саровчан ждет стенд, посвященный истории подводной лодки «Белгород». Подробнее о новых экспонатах музея расскажем далее. Погоны командира корабля, нашивки на парадную форму, пятачок, раздавленные при спуске подводной лодки. Первые экспонаты стенда, посвященного истории создания корабля «Белгород», появились в музее уже спустя месяц после визитов Саров, членов экипажа подводной лодки Южного города. Устроили такую им здесь экскурсию по нашему музею, им все понравилось. Ну и, конечно, мы не обошли вниманием эйтостам, посвященную экспозицию, посвященную нашей подводной лодке Саров. И, конечно, зная, для чего и почему был создан именно «Белгород», это продолжение как раз нашей лодки Саров. Дружба с белгородским экипажем у музея продолжается и по сей день. Спустя несколько месяцев после визита в дар музея ВМС передали уникальный экспонат – штурмовскую доску, где посетители могут ознакомиться со списком личного состава боевой части. Подводные корабли «Саров» и «Белгород» можно увидеть своими глазами. Их модели пополнили экспозицию музея «Военные славы». «Белгород» – самый длинный подводный атомный корабль. Модель «Саровского» корабля появилась в музее совсем недавно. На стене на флоте вот такая прекрасная лодочка, ходит с нашим названием. Она уникальная, самая большая дизельная лодка в мире. И так как у нас шведский комитет очень хорошо работает, мы дружим с этими экипажами, поддерживаем все отношения, теплые и радостные, на протяжении 15 лет, они решили сделать нашему музею такой подарок. В этом году они доставили, в смысле, на пришел посылочка города Северодвинска. Метровая модель подводного корабля может войти в число экспонатов выставки, посвященной адмиралу Федору Ушакову. Уже совсем скоро лодка отпразднует свой юбилей. 15 лет назад, 26 мая, приказом 025, подводной лодке Краснознаменного Северного флота присвоили почетное наименование «Саров». Узнать больше об истории удивительных экспонатов можно, посетив Музей военно-морской славы по адресу Проспект Мира-4. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин